Друзья, ассараму алейкум, всем привет! В этом видео мы с вами узнаем, что такое конструкция похвалы и порицания. Мы познакомимся с глаголами биса, ниама, познакомимся с выражением хаббада и ля хаббада, а также узнаем, что можно использовать вместо этих глаголов и выражений, если мы хотим что-то похвалить или порицать. Одним из вариантов конструкции порицания и похвалы является вариант с использованием глаголов биса. Этот глагол несет смысл неприязни и отвращения. И глагола ниама. Этот глагол несет смысл позитивного удивления и удовлетворения. Оба этих глагола технически являются глаголами прошедшего времени. Но кроме этого, они еще являются и глаголами, так называемые джамит. В арабском языке это глаголы, которые не меняют свою форму. К ним может присоединиться та Танит Ассакина, та женского рода с суккуном, который будет указывать на то, что действующее лицо этого глагола женского рода, если оно таковое. Но сама форма глагола меняться не может. Это глагол джамит, он не изменяется, то есть его форма не меняется. Еще раз, технически это глагол прошедшего времени, но имейте в виду, что это конструкция, выражающая похвалу или порицание. То есть она как бы вне времени. Это как бы модальная конструкция. И при переводе на русский язык акцент не нужно делать именно на время. После этих глаголов традиционно идет действующее лицо, файль. И у действующего лица может быть четыре положения в этой конструкции. Первое, это когда действующее лицо с определенным артиклем, как, например, неам аль-хулюку ас-собр. Аль-хулюк, то есть прекрасен нрав, терпение. Вот аль-хулюк, терпение, это действующее лицо. Действующее лицо здесь с артиклем определенным. Второе положение, когда действующее лицо будет присоединено, то есть оно мудов, к существительному с артиклем, как, например, неама аль-хулюку аль-мар-и ас-собр. Прекрасен нрав человека, терпение. Третье положение, это когда действующее лицо будет скрытым местоимением, которое поясняет такая профессия, как там-из, как, например, неама аль-хулюкан ас-собр. Прекрасен нравом, терпение. Ну, дословный перевод, да? Вот здесь будет скрытое действующее лицо. Неама аль-хуа. Хулюкан ас-собр. То есть прекрасен он нравом, терпение. Ну, если дословно переводить. И четвертое положение, это когда действующее лицо является связанным, существительным, либо мэ, либо мэн. Связанное существительное или и сам маусуль. Мы об этом уже говорили недавно. Это определенное существительное, которое приобретает свою определенность благодаря связке, которая бывает либо предложением, либо словосочетанием. Эта связка идет после связанного существительного, и она как бы определяет это связанное существительное. Но подробнее об этом я говорил в видео. Связанное существительное. И вы посмотрите. Это четыре положения действующего лица После действующего лица идет хобр для скрытой муптады То есть ниамаль хулику ассобру Прекрасен нрав, терпение Вот терпение ассобр это хобр для скрытой муптады Ну один из вариантов Ниамаль хулику как бы в скобочках хуа ассобру Вот ассобр это хобр для муптада хуа То что мы хвалим или то что мы порицаем Может упоминаться как перед этим предложением С использованием глаголов ниама и биса Так и после него Как вот в этом примере Ниамаль хулику ассобру Также можно сказать ассобру ниамаль хулику Грамматически эта конструкция может разбираться по-разному Но наверное самый простой, да и самый популярный вариант следующий Например предложение Отвратительное качество жадность Биса это фиаль мады Мабняли льфатх ля махалли льху миналь ироп Та это низ ассакина Харф мабняли сукун ля махалли льху миналь ироп Ассифа фаиль марфуа Или ля хаббада ля хаббада лькадиб Как отвратительно ложь Например, ну грамматический разбор здесь достаточно простой Хабба это фиаль мады Мабняли льфатх ля махалли льху миналь ироп Дэ это исмуль ишара Мабняли сукун фи махалли льфаиль И аль ихляс, например Это хабр ли мубта да махалли льху миналь ироп Если разбираем ля хаббада То все то же самое Только еще ля нафи Харф мабняли сукун ля махалли льху миналь ироп В принципе и все Кроме того, похвалу или порицание Можно выразить любым трехкоренным глаголом Без добавочных букв Если этот глагол несет в себе смысл какого-то удивления То есть если с помощью него можно выразить удивление Будь оно позитивное или негативное Как например Прекрасный нрава человека Или Человек занимает значимое важное место Ну здесь Пабба это фиаль мады Раджуль это файль И хуликан это там иис Это была конструкция похвалы и порицания Спасибо за внимание Илья Лико Продолжение следует...